Всем привет дорогие друзья, с вами Доминиров и наконец-то вышло обновление 8 сезона в стенд оф 2. Давайте перейдем игру, я ее уже обновил, сейчас покажу что там такое вообще произошло. Понятное дело, что вы посмотрели уже огромное количество роликов там на ютубе, где-то еще на твиче и других платформах. Но я расскажу про обновление от своего лица. Обнова у нас это рефоржет какая-то, здесь у нас есть теперь 3 новых звания и ё-моё ребятки, нам выдали шилд, чарм и еще один чарм. В том сезоне мы получили даймондовый шилд в клановых битвах, также у нас был шилдик за легенду в ММ и за элиту. То есть я специально взял себе в напарниках элиту для того, чтобы чармик был вот отличающийся короче. У нас вышел новый рейтинговый режим дуэльной, изменены карты, раз там глобально переработали, мы сейчас зайдем на него посмотрим. Сезонный батл пасс с новыми оружиями, там перчаточки, ну и коллекция какая-то вайп, ну блин, нафиг нам граффити, этих граффити уже очень слишком много. Давайте перейдем там, что у нас по инвентарю, блин, вот наконец-то я апнул это добро. Очень-очень красиво смотрятся брелоки. Очень крутой шилд даймондовый. Ставь лайк, если тоже хочешь себе халявный вот такой вот шилдик. Хотя фига, халявный это даймонд, пацаны. Но это очень тяжело было апнуть, его можно присобачить там на оружие. Собираюсь еще три сезона апнуть даймонд. Вот мы сделали, вот у меня есть четыре платиновых шилда, да, вот они. Они съемные, я потом расскажу, что такое шилда есть. Вот один уже бриллиантовый. Также какой-то у нас бревочек тут заплатен. Ну, короче, ни о чем. Пока ни о чем, плотиновый бревочек ни о чем. Дальше. Вот. Калибровочка у нас теперь также все по 10 игр. Дуэльный режим пока никак не отображается. Но на самом деле круто. Я, конечно, предвижу, что огромное количество читаков будет в этом обновлении. Также в дуэльном режиме. Ну, и везде, в принципе, это база, ну, потому что читеры не дремлют. В один на один мы будем все чаще и чаще таких встречать. Поэтому обязательно рекой идти отправлять в поддержку и перебанить. Так, что у нас интересного? Это паттл пасс. Я всегда смотрю, прикольный паттл пассик. На самом деле я хочу дойти сразу до последнего. Здесь 450 уровней. Перчатки пока не открываем. Мне интересно, как будет выглядеть пин. Вот такой вот таймондовый пин. Блин, на самом деле, на самом деле, выглядит круто. Я ценитель такой темки. И даже вот этот. Вау. Ну, однозначно это круто. Да, паттл пасс мы можем купить как за голду. Подняли стоимость 1200 голды, так и за рубли. Рубли, в принципе, подешевле. Нормально. Они поняли свою ошибку прошлого пасса, что нельзя так дешево выставлять его, потому что рынок очень сильно валится. Перчатки полимер. Посредственная история, я их уже видел. Вот эти перчаточки прикольно будут смотреться в игре. Почему-то здесь нету значка осмотра. Но это база у всех перчаток. Паттерновые спектралы. Это что-то из разряда... Гардиент, кстати, оказывается, здесь тоже можно переключать. Как круто. Это что-то типа из разряда Градиенты. Очень крутые паттерны можно поискать. И будет у вас топовые перчатки. Зеленые, блин, оранжевые. Очень тоже дешевые перчатки. Красные прикольно смотрятся. Ребелион. Ну, допустим. Ну и все, собственно. Маловато, как по мне, по перчаткам. Вот здесь также будут выпадать, я так полагаю, кейсы. Которые мы будем сами крутить и выбивать эти скинчики. Давайте посмотрим, что у нас по оружию. Это у нас МП-7, ФАМАС, Долберецы, 5-7. Вот это прикольно смотрят. Клан Варс. Ну, такие минималистичные скины прикольно смотрятся. В игре вы их уже видели, наверное, в трейлере. В обсмотре скинов. Ну, такое. Вот это, вот эта тема. Вот эта тема яркая, олявой. Похоже, ну, блин, не знаю, пестрые скины. Не сильно рисованные. Не сильно заморочились. Ну, а зачем нам больше? И АВИК. АВИК мы уже видели. Но мне он не сильно понравился. Потому что... Блин, ну а что, от этого паттерна? Не вижу какого-то вайба крутого. Он паттерновый, да. Но ничего интересного в этих паттернах нет. То есть, ну, просто здесь надписи граффити меняются. Середина. О, хотя, кстати, вот этот прикольно смотрится. Но все равно, от первого лица посредственная история. Короче, лучше бы на нож такой скин забабахали. И то неплохо было бы. Нас интересуют наклеечки. Наклеечки у нас здесь вот такие вот имеются. Блин. Вот это прикольно наклейка, кстати. Вот это неплохая. Вот это хорошенькая. О, Аркана. Аркана свап. Ну, блин. Сойдет. Че поделать. И чармики. Вот по чармикам здесь я уже... Показалось. Ставь лайк, если тебе тоже показалось. И ты грязный извращенец. А, ну это то, что обычно мы кладем, когда играем в ММ. Так. СО2, блин. Вот это прикольно, кстати. Брелочек. Я буду, наверное, в следующем видосе брать себе уровни. Сейчас я пока их брать не буду. Я не знаю. Я не вижу в этом смысл. Потому что очень дорого это обходится. А паспропуск, когда выходит, он практически совсем себя не окупает. Кстати. А, здесь же кейс. Перчаточный кейс. Круто. Короче, ну поэтому мы дело все посмотрели. 6 минут уже ролика прошло. Ё-моё. Что у нас здесь? Здесь ничего не менялось. Как 300 уровней было, так и осталось. Здесь все так же имеется. Клановые битвы у нас все так же. Десять игр теперь надо сыграть, чтобы откалиброваться на восьмой сезон. В том сезоне, говорю, вот у нас был даймонд. Нам дали классный шилд. Есть информация поиск. Ага. Статистики. Можно, кстати, здесь пощелкать. Это очень удобно. Без всякой этой ерунды я могу откатиться вообще на первый сезон. Союзники дуэлей. Вообще вот, вообще круто сделали. Спасибо на этом. Истории матчей я не видел, можно ли как-то жаловаться. Репортить типов. Ну, его забанили уже. Все, что ли? По оружиям. Может, в магазине что добавили. Да, вот этот вайв темы добавили, но она нам особо не нужна. Так, акций нету по рынку. Может быть, что-нибудь интересное есть. Ага. Ну да, вон уже граффити, кстати. Можно продавать. Ничего из этого. То есть вы покупаете... А, ну, кстати, за 20 голды окупаем. Нормально. Ну вот и все. Что у нас выпало в принципе? Вроде бы где-то что-то можно было менять. Какая-то костумизация. Управление. Говорят, что, блин, менялось. Нифига не изменилось. Звук, громкость микрофона, голосу чат. Ну, короче, здесь ничего не поменялось. Я не смотрел патч-лист. Что там конкретно поменяли. Я знаю, что у нас есть новый режим. У нас reworkнутая карта. Вон день суркать. Раз, 6 на 6. Ох, ох, ох. Давайте перейдем в закладку бомбы. На карту раст. И посмотрим, как она выглядит. Потому что... А, как она... Мало того, что она как она выглядит. Там же сейчас еще добавили траекторию гранат. Поэтому мы с вами зайдем. Кастомное лобби. Создаем кастомное лобби. У нас здесь что? Длительность раунда 10 минут. Денег пофигу сколько. Без разницы. Типа доступный арсенал. Урон-творж. Траектория гранат. Дуаль-шер. Траектория броска. Гранат. Бесконечные гранаты. Бесконечные патроны. Нормально. Вообще темка, кстати. Все. И давайте посмотрим на то, как выглядит эта новая прекрасная карта. Я сейчас, кстати, буду запускать стрим. Поэтому тоже заходите. Не знаю, как вообще дойдет этот видеоролик. Потому что YouTube сейчас там проблемки создает определенные. Ну, короче, не круто. Так. Мы с вами заходим. Закупаем гранатки. Вот, траектория. Прикольная штука. Прикольная шняга. Типа это отражение. Это видимое. Вот это. Ого. Вау. Вы представляете, сколько сейчас гранат? Гранат можно посмотреть. Это очень дурно. Потому что физика гранат в этой игре страдала. А сейчас... Блин, вот если бы еще... Я просто рандомную фигню, короче, кидаю. Которая... Ну, не залетает, понятное дело, да? Мне просто интересно посмотреть, как это работает. Говорят, что они сейчас не скользят. Это круто. Они прямо делают, как надо. Это вообще чья-то тема. Кстати, траекторию гранаты видно. Зеленая. Ага. Прикольный. Прикольный. Ну, то есть, вообще, я запускал другую карту. Но почему-то я оказался на бризе. Это была моя ошибка. Сорян, ребят. 10 минут уже ролик идет. Обязательно. Если тебе не сложно. Подпишись на мой канал и поставь лайк. Да, косячу обзоры. Ну, делаю все с одного дубля. Ну, зато чисто по-человечески, душевно. Сейчас Растик посмотрим. Без ускорения, без всего. Тут большая карта реворкнута. Интересно должна быть. Давайте глянем, что... Что у нас здесь имеется. Заходим за Тшников. Все так же. Берем ЭКР-12. Красивый ЭКР-12. И топаем. Вообще, карта для меня лично, как игрок АКС, напоминает какой-то кэш. Кому-то из игроков Варфейса напоминает... Блин, карту с Варфейса. Это, кстати, прикольный спан сделали. Под Б. Казалось бы, ближе выходит. Да. Вообще, под Б очень близкий плент. Теперь... Ля, какие здесь столько позиций есть. Теперь... Вот это карта, ну, которую теперь интересно будет поиграть. Типа, ты... Мид вообще переработали. Интересно, интересно. Так, 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 так. Здесь у нас снизу чуть теперь можно... Вообще, турнир следующий с этими мапами. Она должна быть. Будет очень интересно. Я бы посмотрел на Раст. Вообще, очень крутая карта. Тут вообще можно заныкаться. Ля, как. Так, это у нас плента. Выглядит он... Ну, выглядит он как выглядит, как мы видим, да? Он выглядел примерно так же. Только девятка куда-то пропала. Я ее не вижу. Девятки здесь больше нет. То есть, наверху коробки нет. Они полностью переработали плента. Здесь какие-то частички, конечно, остались, да? Базовые. Но они бессмысленны. Теперь нет смысла здесь сидеть. Какие-то пиксели можно тут позанимать. Вот тут очень удобно. Но тут очевидно, что кто-то может буститься. Да, допустим, вот здесь вот встать. На тиммейта какого-нибудь вот так вот. Вот так один смотрит. Один в буст. Хотя хз. Но, короче, надо посмотреть, как это действует. В ммчике эту карту по-любому надо поиграть. Очень классно смотрится. Здесь у нас с вами сайт ктэш. Ну, это спаун ктэ. Здесь у нас с вами выход под б. Достаточно быстро тем и тем будет выходить под флэнд. Приемка теперь не такая простая. Хотя выход я... Ну, выход-то всего один, кстати. Ктэшникам будет намного проще здесь сидеть. Вообще очень просто будет задефать. Один смоком сюда положил и все. Типа ты, ну, хер, куда пройдешь. Большие, широкие выходы. Очень широкие. Я не знаю, здесь... Если здесь будет буст, а его, скорее всего, нет, то будет прикольно. Потому что через этот буст, чисто теоретически, можно было бы здесь... О, а это что такое? О, пацаны. Здесь можно пройти. Все-таки не так просто. Это будет сейчас я... Я разбираюсь, я смотрю. Вот. Была возможность посмотреть эту карту пораньше, но... А, да, вот через этот вход можно будет... Выйти на плент. Ну, тогда да, тогда тяжело. Ну, а что сидишь? Пердишь, никого не трогаешь. Вообще, в идеале здесь стоишь просто вот так вот. И ждешь. А лучше с бустом, ну, берешь там, кидаешь себе буст. Вот, тиммейты. Потому что я не могу сам запрыгнуть. Как-то здесь нелогично. Все. Короче, бустишься тиммейтом, садишься сюда и все. С кайфом, да, фэш, это сплэнт. Короче. Как-то так. Прикольно карту сделали. В принципе, по обновлению такое все. Что-то где-то доработали. Какие-то траектории, не траектории. Говорю, патч-лист не сочетал. Ну, чисто вот то, что увидел. Прикольно сделали. Хорошее восьмое сезонное обновление. Я надеюсь, что все-таки, все-таки, этот режим, точнее, не режим, этот сезон будет по времени намного меньше. То есть, не хочется ждать сезон полгода больше, да, чтобы, ну, типа, тапаешь там все за сезонную награду, ну, достаточно там быстро. Ты не хочешь там торчать еще больше. Короче, поэтому, ребят, спасибо огромное вам за просмотр. Обязательно подписывайтесь на Twitch, потому что я перешел туда. Я там стримлю. Мы там раздаем голду, там прямокоды, еще чего. Короче, много чего раздаем. Обязательно туда переходите. Подписывайтесь. Ссылочка будет в описании, потому что скоро я буду разыгрывать что-то годное. Вам спасибо и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok